Приветствую вас! Если так вот в общем говорить, да, то самым лучшим вариантом было бы, если бы вы с вашим молодым человеком, ну, как бы, прошли несколько сеансов психотерапии для пасы. Вот, потому что как-то вот вы, вроде бы, встречаетесь, да, вроде бы вы вместе, вроде бы он вам предложение сделал, а есть ощущение, как бы, что вы одна, да, что вы одна, вы, ну, решаете вопрос со своей мамой. Значит, что происходит, да, мама против вашего брака, вот, говорит, что у вас нет образования, что вы не построили карьеру, сама вас контролирует, да, вы, как бы, узнаете, что вы начали напрашиваться, у нее это ДТП, вот, при этом вы боитесь сделать больно-больно, потому что она сердечница, и без системы у вас, как бы, злость. А на нее, вот, ну, в контекст того, что она вас ограничивает. Да, вот, значит, здесь, на мой взгляд, есть несколько таких важных и главных моментов. Первый момент, это то, что вы сами не высокого мнения о себе, говоря о том, что вы, там, вредная, колючая, с переменчивым настроением и так далее, и так далее. Все это является психологическими, эм, так скажем, симптомами, да, вот, ни в коем случае не болезнь, но психологические симптомы, вот, некоторых ваших трудностей, и, соответственно, с этим нужно работать, да, в первую очередь, тем, что вы себя понимали, потому что у меня возникло ощущение, что, вот, вы себя не принимаете, и ваш молодой человек вас принимает, как бы, и вам хорошо. Вот, есть такое ощущение, да, что, поскольку у вас с мамой отношения такие созависимые получаются, вот, эм, то и с молодым человеком тоже у вас отношения устраиваются созависимые, вот. То есть он для вас все делает вещества, вы чувствуете себя в безопасности, а проблема в том, что безопасность, безопасность, ваша безопасность, это, как бы, ваша ответственность, а есть ощущение, да, что вы переложили, как бы, ответственность на него, э, за свою безопасность, как бы, за свой комфорт, вот. То есть, конечно, это здорово, что молодой человек вас принимает, но, как бы, я не думаю, что будет особо плохо, да, если вы, так скажем, проработаете над собой, если вы, так скажем, проработаете те моменты, которые, ну, которые вас тревожат, которые вас беспокоят, и, значит, станете просто более, как бы, счастливой, да, более собой, более естественной, и, вот, это колючистый переменчиков настроения, да, такой, как-то, такой колючистый, это, агрессия, это защита, все такое переменчивое настроение, это тревожность, это тревожность, потому что я не знаю, как бы, чего мне ждать от мира, вот, соответственно, с этими вещами поработать, вы сможете, как бы, быть более спокойным, вот, да, здесь есть фактор того, что вам, как бы, сейчас, как бы, так вот, приходится быть, в позиции, когда вы еще только формируетесь, как лично, да, то есть, там, до 22-25 лет у вас будет формироваться ваша личность, и, соответственно, какие-то изменения будут происходить, вот, сейчас они более бурные, чуть больше они будут, менее бурными, но все равно, вот, как бы, формирование личности еще идет, поэтому сейчас, если вы начнете, как бы, с собой заниматься, да, то есть, заниматься психотерапией, ну, то все эти процессы достаточно легко вас пройдут, ну, в смысле, гораздо легче, если вы, например, придете на психотерапию в 30-35 лет, вот, поэтому здесь с этим моментом же людям стоят, тем более, что, как бы, фактор созависимости мамы налицо, вот, вы позволяете ей контролировать себя, взлитесь, но в то же время боитесь, как бы, и сделать больно. Ну, такой страх сделать больно. Во-первых, это нарушение личных границ между вами и вашей мамой, потому что больно, она может сделать себя только сама, вот, во-вторых, это ваша, как бы, податливость на ее манипуляции, я-сердечница, мне, значит, ничего, как бы, говорить нельзя, и позитивное подкрепление, таким образом, ее поведение, то есть, если пока она видит, что это работает, она будет это делать, пока она видит, что вы реально боитесь, боитесь, причините ей боль, там, если, как бы, нечто случится, ну, соответственно, человек не научится жить без вас, а без вас научиться жить необходимо, потому что, ну, как бы, своих детей нужно отпускать, я думаю, что, понимаете, это вы, и с вашей стороны, чтобы адекватно отпускать это произошло, да, необходимо, как бы, поработать без чувством вины и со страхом, да, то есть, вот, понимаете, как бы, как бы, в чем, в чем, в чем конфликт, я хочу жить сама, но меня контролируют, я должна поддаваться на контроль, потому что, если я не поддамся на контроль, с мамой что-то случится, и ей будет плохо, вот, и вот это вот постоянная борьба, и, да, вина, вина долг и, как бы, желание жить своей жизнью, при этом обратите внимание, что вы говорите о том, да, а как я могу смотреть на мир, да, если вот у меня вот то-то, да, то-то-то-то, то-то-то, то-то, 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 то-то. То есть, если мама ведет, там, да, вот так-то-так-то, не отпускает подруга, значит, требует, чтобы я вернулся домой, там, в определенное время, она должна отпрашиваться у нее, чтобы погулять, да, то-есть, как бы, как бы, да, смотреть на мир, То есть, что здесь происходит? Вы перекладываете ответственность. Прекладываете ответственность на нее. Точно так же, как я уверен, вы перекладываете ответственность на молодого человека в своей безопасности, комфорт из-за принятия. То есть, я себя не принимаю, как бы, ну вот ты меня принимаешь, поэтому с тобой хорошо. Это здорово, что он вас принимает, я повторюсь, это прекрасно. Но вам себя тоже нужно принимать. И получается, что у вас чувство вины перед мамой, чувство вины перед молодым человеком. Ну, как бы, мама-то, она этим чувством вины умело пользуется. Она использует его для того, чтобы иметь нормальный влад. Молодой человек пока не пользуется. Но соблазн этот есть. Человек, который вина... Человек, который чувствует вину, более уязвим для манипуляций. Вот. Понимаете, какая штука? А если всегда еще перемещать то, что вы боитесь потерять твою маму, если всегда еще перемещать то, что вы можете бояться потерять молодого человека, потому что, поскольку ваша мама одна. Как я понял из вашего текста, то у вас есть трудность с фигурой отца. И, соответственно, в молодом человеке вы можете видеть своего папу. То есть, как бы, тоже относиться к нему не как к молодому человеку, а как к асу. Это вот история про то, что я вредная, колючая и так далее. Это про детство. Это про детскость. Вот. Не было... Не было возможности поиграть с папой, условно говоря. Не было возможности почувствовать его, как бы, защиту, любовь, тепло. Зато был контроль и подавление со стороны мамы. Значит, соответственно, какая здесь стратегия? Что я могу, как бы, быть маленькой, да? Могу быть девочкой только вот с, значит, мужчиной. Вот. А проблема в том, что мужчине нужна женщина, ему не нужна девочка. Вот. И то, что повторюсь, у вас сейчас все хорошо, это как бы здорово. Я надеюсь, так будет и дальше. Но, как бы, проблемы, да? И системы отношений никто не отменял. Почему я говорю про то, что вам с молодым человеком нужно, как бы, несколько сессий семейного консультирования, ну, консультирования для пар. Вот. Потому что, то, что он для вас все, как вы, как вы, как вы, как вы говорите, делает, это здорово. Но все будет, если однажды он не захочет делать для вас все. Вот. И это не будет означать, как бы, что он вас меньше любит и так далее. Что будет в этом случае? А вы, обратите внимание, вы, как будто бы оправдываете, вы говорите, вот он, получается, сток, сток идёт на повышение. То есть, как будто бы вы, как бы, имбровируете. Типа, вот у меня вот такой молодой человек, вот все думают, что он не очень, но вот он очень, ну, как бы, хороший, он вот делает, там, то-то-то-то-то. Понимаете? То есть, ощущение, как будто вы его рекламируете. Ну, как бы, тоже такая себе история в план того, что, поскольку вы себя обесцениваете, то, ну, здесь эта реакция, вот это вот восприятие молодого человека, как кого-то, уравновешивает вашу типо никчёмность. Типо никчёмность. Типо никчёмность. Типо никчём. И кто, слуществ-слуществ говорит, э-э-э-э, таким громоотводом, да, вашей аутеагрессии, так скажем. Вот. Ну, это не самое лучшее подспорье для отношений. Вот. Понимаете, какая штука? Поэтому, пока вы ещё не семья, имеет смысл семейное консультирование пройти, вот, посмотреть где что как, какие-то сформулировать вещи, правила, посмотреть совместимость, вот, и так далее. Вот. Посмотреть на семейную систему, вашу семейную систему, семейную систему молодого-молодого человека, вот, чтобы как-то вот увидеть вообще, что будет как-бы дальше, да, и по возможности это корректировать. То есть у вас молодой человек работает, и то, что он идёт на повышение, это супер, то есть он серьёзный человек, это супер. Ну, это вес-образная сторона. И пока что я вижу вот некоторую такую угрозу вашей увязвимости для негативных проявлений. Я это видел, ну, и вижу достаточно часто. Вот. Как бы, значит, какая основная цель, да? То есть, ну, во-первых, это, наверное, найти себя. То есть, что такое найти себя, да? Это вообще понять, как и у вас самой цель. Семья это круто и хорошо. Но понимаете, какая штука, если вы не обладаете автономией своей личностной, если у вас нет доверия, как-бы, к себе и к людям, а у вас всего нет, потому что молодой человек, это вот, вообще, такая безопасность, где вам, как-бы, хорошо, это ОАЗУС, можно сказать, ваш. Вот, что, как-бы, так... В таком состоянии семью построить, ну, будет невозможно. Это будет безфункциональная семья. Понимаете? Вот. И... Принесете вы туда свое чувство вины, принесете вы туда свою тревожность и так далее, и так далее, и так далее. А, как бы, дети, если у вас будут, что, как бы, что вы детям дадите? Вот. Я не к тому, что вам не надо этого ничего делать, я к тому, что нужно работать, то, что вы хотите создать семью, то, что вы вместе, то, что вы хотите как-то, вот, ну, скажем так, с мамой наладить отношения, то, что вы, в принципе, обратились, это здорово, но это только первый шаг. Ну, это первый шаг на пути к тому, чтобы работать над собой. Планомерно, эм, какое-то время, ну, работать. Потому что с мамой, на маму, на маму, на маму у вас есть, эм, какие-то обиды и невыраженные чувства, и т.д., и т.д., и т.д., и т.д., вот. С мамой имеет смысл тоже, вам с мамой имеет смысл тоже вместе обратиться и вот тоже парочку сессий хотя бы провести, чтобы как-то вот наладить, наладить, эм, диалог, наладить коммуникацию, узнать историю, эм, как бы друг другу и т.д. Вот, ключевая мысль здесь в том, что вы с мамой боретесь, эм, хотя, по факту, по факту вы уже, как бы, обе взрослые. Вот, вы уже не ребёнок, она, соответственно, взрослая, она уже не ваш родитель в таком глобальном смысле. В локальном смысле она всегда будет оставаться родителем, но в глобальном смысле она уже не ваш родитель. А вы продолжаете, как бы, с ней бороться, ключевая момент в том, что вы ждёте как-бы вы ждёте её разрешения. И, перидоксально, что, ну вот, какая здесь, ээээ... Какая здесь история? То есть, если вы сделаете что-то по-своему, да, не спросите у него разрешение, по идее, ну, как бы, вы не должны, да, спрашивать разрешение, вот, то, ну, действительно, может обостриться состояние, вот, и там, на самом деле, может быть что-то, вот. Но обратите внимание, с точки зрения психологии, сердечная, как бы, история, сердечная болезнь, это про, опять же, сдерживание, вот, как вы сначала сдерживаете, там, себя, так она особо сдерживает, и важно не то, что с ней случится, то есть, ну, в принципе, там, если, когда держась руку на пульсе, да, то можно будет ей помочь, там, вот это, это важная граница обознать между вами, чтобы она увидела, что да, с ней может вот случиться, но, это вот целиком её ответственность, туда и помогут ей, там, всё, но, как бы, всё равно она, она это она, а вы это вы, вот, понимаете? Поэтому речь, по факту, идёт, идёт, как бы, о важной сепарации, психологической и, желательно, физической сепарации от неё. Да, в каком-то идеальном мире было бы лучше, если бы вы пожили одна, то есть, если бы вы не перепрыгнули, да, там, условно, от мамы к молодому человеку, но жизнь, она, как бы, такова, да, что мы имеем, вот, такие обстоятельства и, соответственно, из этих обстоятельств мы уже, как бы, отталкиваемся. Если вы, там, собираетесь с молодым человеком жить, опять же, то есть, он же вам сделал предложение, там, вы хотите расписаться, супер, мне кажется, что нужно пожить вместе. Вот. И это будет неплохим шагом для того, чтобы, как бы, ну, вы, вот, во-первых, пожили с молодым человеком, посмотрели, как вы в быту, во-вторых, от мамы сепарировали. А есть, в свою очередь, можно, как бы, сказать, что, ну, вот, окей, мы не будем расписываться, но, как бы, вместе мы хотим, мы хотим, как бы, пожить. Вот, и всё. То есть, это такая, вот, полномерная, полномерная история вместе с коррекцией и коммуникацией вместе с управлением вашего психоэмоционального состояния. С проработкой чувства вины, обиды, самооценки, уверенности, тревожности, потребностей в безопасности, реализации и прочее. Мне показалось, что вы, опять же, себя обесцениваете и видите, вот, ну, воспринимаете себя, как своего рода придаток, такой. Вот. Понятно, да, как бы, какая здесь история, какая здесь парадигма. Вот. И очень важна фигурация, потому что, как бы, ну, вот. Очень важно не воспринимать своего молодого человека, как это, потому что, ну, в подразнении есть достаточно четкий запрет на НЦС. Вот. И, когда мы смотрим на кого-то, вот, как на родителя или на ребёнка нашего, у нас автоматически, как бы, к этому человеку появляется отвращение. Ну, не отвращение, в смысле, что ты мне противен, а просто, вот, увлечение пропадает. И появляются другие истории, которые, как бы, смещают это. Потому что человек этого не осознаёт, сам по себе. Ну, вот. Как-то так. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Обращайтесь. Я понимаю, что это будет вам, как бы, ну, чего-чего-то стоить. Вот. Но, как бы, на сайте, например, вы можете найти эксперта вам по, как бы, средствам. Вот. Чтобы и последнее не отдавать, да, и чтобы при этом, как бы, комфортно работать. Вот. Тут, как бы, разброс цен большой и он, ну, как бы, всяко ниже, чем, если вы пойдёте на очный приём, где, там, условно говоря, цены выше и выше, ну, потому что там, как бы, запрат больше. Вот. Удачи вам! Всего самого доброго!